Познакомиться со студентами, преподавателями и изучить научный потенциал вуза. Глава недавно сформированного министерства по делам Северного Кавказа Лев Коснецов посетил Сверокавказский федеральный университет. Вместе с ректором Алиной Левицкой и министром экономического развития края Юлией Косаревой гости осмотрели спортивные площадки, новые корпуса общежития пообщались со специалистами приемной комиссии. На вопрос об условиях поступления в нынешнем году в университете отметили. Называть точные цифры конкурса пока рано, но с этим за одно бюджетное место будут бороться 3-4 человека. А какие особые спросы, где меньше пока всего, отстающие? Ну, пока у нас проблемы, можно так сказать, ну пока в кавычках, скажем их, да, это технические направления подготовки в связи с плохим сдачей ЕГЭ. Да. Да, в целом. А так, ну пока явных проблем нет. Младенатику, не русский. Да, мы не снижали. Да, мы не снижали. Для того, чтобы взять самых лучших, мы должны выбирать лучших из лучших. Хорошо, успех. Спасибо. Далее экскурсия по лабораториям, недавно построенного на базе SkyFood Центра энергетики, электроники и нанотехнологий. Гордость университета – разработки, позволяющие выявлять на производстве потери электроэнергии, причем как технологические утечки, так и банальное воровство. Лаборатория существует уже 11 лет, работает в основном с государственными структурами. Лев Кознецов призвал специалистов активнее сотрудничать с коммерческими предприятиями, чтобы университет эффективнее отрабатывал вложенные средства. Мы выполняли, чтобы было понятно, в нашем округе обследования энергетические учреждения образования. Во Владикавказе, в Волгограде, не только в Ставрополе. Лев Кознецов осмотрел единственный на юге России комплекс по изучению и внедрению в производство разработок, связанных с нанотехнологий. В лабораторном комплексе SkyFood есть тут несколько степеней защиты. Проникнуть в так называемые чистые зоны без специальной одежды невозможно. Грязь в помещениях абсолютно недопустима, чтобы даже мельчайшие частицы инородных материалов не попадали на продукты производства. В сфере нанотехнологий ВУЗ сотрудничает со многими ведущими лабораториями и институтами страны. Министр пообщался с молодыми преподавателями. Остался доволен тем, что ВУЗ готовит перспективные кадры, в том числе и для бюджетного сектора. Мы сегодня встретили, мне понравилось, молодых педагогов, которые выбрали именно при многообразии, скажем, возможностей пойти в школу, быть учителем. Вот это самое главное. Это показывает, что указы президента и престиж образования и учителей сегодня не на словах, а на деле есть. И ребята понимают, что труд в бюджетной сфере становится конкурентоспособным. По собственной статистике университета, больше половины выпускников СКФУ продолжают работать по специальности. Эта цифра существенно больше, чем в среднем по России. Как отметил Лев Кузнецов, при должной поддержке университет и в будущем будет кузнецей перспективных кадров. В первую очередь для Северокавказского федерального округа. Марк Витлицкий, Иван Дацунов, Владимир Кириллов, АТВ Ставрополь.